В Воронежской области несколько сотен братских могил и столько же памятников, обелисков, стел и памятных знаков, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны. Среди них есть такие, о существовании которых знают только историки и местные жители. Монументальных памятников на братских могилах в Воронеже мало. Самая известная скульптурная композиция на площади Победы, которая изображает солдат разных родов войск Советской Армии, а также партизан, санинструкторов и гражданских, рабочий со знаменем, рабочая, мать с младенцем, колхозница, девушка-комсомолка, на плечи которых легли тяготы войны в тылу. Также хорошо известен памятник в виде трех солдат, отдающих салют своим павшим товарищам на Чижовском плацдарме. А вот про памятник на Шиловском плацдарме из-за его месторасположения из воронежцев мало кто знает. Но те, кто в итоге попадает туда с экскурсиями, еще долго находятся под впечатлением и от памятника, и от рассказов о событиях, которые происходили здесь в июле 1942 года. На юго-восточной окраине Шиловского леса, где теперь возвышаются корпуса недостроенной атомной станции теплоснабжения, когда-то было известно с начала XVII века село Шилово. Рядом через оврах стояла деревня Трушкино. Поселения были полностью разрушены за несколько дней в июле 1942 года. Единственное, что напоминает о бывшем селе Шилово, полуразрушенная колокольня Митрофановского храма, построенная в 1845 году. Фашистам она служила важным укрепительным пунктом и стратегической высотой, с которой удобно было просматривать и обстреливать левый берег Воронежа, где находились красноармейцы. На месте деревни Трушкино теперь урочище с одноименным названием. До войны расстояние от села Шилово до городской черты Воронежа составляло несколько километров. Фашисты, рвавшиеся в начале июля 1942 года к Воронежу, переправились через дон у села Малышево и решили, что теперь им открыта дорога на Воронеж. Но у села Шилово они встретили ожесточенное сопротивление, хотя численность наших войск там была небольшой, а выделенные ставкой резервы были еще на подходе. Путь врагу преградили части 232-й стрелковой дивизии, 3-й дивизии ПВО и 110-й танковой бригады. Танкисты вступили в бой, когда он уже был в самом разгаре, а немцы при поддержке своих танков начали теснить нашу пехоту. Два батальона танковой бригады привел в Шилово командир 18-го танкового корпуса генерал-майор Иван Черняховский и сам возглавил контратаку. В частности, 110-я танковая бригада 5 июля уничтожила и сожгла 36 танков противника и уничтожила вместе с расчетами 22 противотанковые пушки. Бои у села Шилово продолжались четверо суток, но больше сдерживать врага нашим войскам было нечем. Почти полностью погиб 498-й стрелковый полк, большие потери были у артиллеристов и танкистов, а гитлеровцы имели огромное численное превосходство и продолжали наступать. 7 июля перестрелка в Шилово прекратилась. Из защитников села, дравшихся с врагом, до последней возможности живых не осталось. Оказавшись в Шилово, противник сразу же устремился к реке Воронеж, где форсировал ее на месте старой паромной переправы. Батальон немецких автоматчиков двинулся к Масловке. Но уже 11 июля наши войска, переправившиеся с левого берега, начали выбивать противника с территории разрушенных сел, чтобы перерезать фашистам снабжение через донские переправы. В то время вражеские части засели в правобережной части города. При удержании плацдарма красноармейцы несли значительные потери. Поэтому Шиловский плацдарм является одним из главных памятных мест боев за Воронеж. Активные действия советских частей в районе Шилова сковали крупные силы врага и отвлекли его внимание от Чижовского плацдарма, где создавались благоприятные условия для наступления 40-й армии. Кроме того, фашисты лишились важного тактического рубежа и уже не могли безнаказанно пользоваться донской переправой у Малышева и большаком, ведущим на Воронеж. Сдерживая натиск превосходящих сил противника, наши воины стояли насмерть. Большинство из них погибли. Но и после этого враг не сразу овладел опустевшими окопами. Курсант-бронебойщик Макаров точными выстрелами подбил два танка. Курсант Максим Рубанов один держался в окопе до последнего патрона, а потом бросился на немцев с гранатой в руках. Командир курсантского отделения, сержант Федор Черных, уложил из пулемета три десятка фашистов. Получив ранение, он не выпустил рукоятки пулемета, продолжал разить врагов меткими очередями. Когда к копу приблизился танк, Черных подорвал его гранатой. К пулеметчику бросились вражеские автоматчики, но бесстрашный воин успел выдернуть чеку последней гранаты. Подвиг коммуниста Федора Черных отмечен орденом Красного Знамени. Погибших хоронили в братских или одиночных могилах на плацдарме. Некоторых переправляли на левый берег. В братской могиле номер 113 похоронены 877 бойцов. Кроме того, там покоятся останки 116 мирных жителей этого села, погибших от бомбежек во время боевых действий. 16 августа 2000 года в могиле захоронили останки 92 воинов, найденных в Воронеже, в Рамонском и Семилукском районах общественной поисковой организации Тризна. За Шиловский плацдарм сражались красноармейцы со всего бывшего союза. В братской могиле здесь захоронен 23-летний лейтенант, поэт Павел Винтман, погибших в этих местах 21 июля 1942 года. Винтман родом из Мариуполя. Подростком переехал в Киев. Учился на русском отделении филфака университета. Посещал литературный кружок. Считал, что поэт должен знать жизнь. Занимался снайперской стрельбой и добровольно ушел на финскую войну. В начале Великой Отечественной призван уже офицером. Воевал, обучал стрельбе на пехотных курсах в составе спешно сформированной в Средней Азии 206-й стрелковой дивизии. С начала июля 1942 года воевал под Воронежем в качестве командира стрелковой роты пехотного полка. После войны стихи Винтмана издавали в Москве в собрании сочинений поэтов-фронтовиков, не доживших до победы. В 1977 году в Киеве вышла первая и единственная книга поэтов-фронтовика «Голубые следы». Лучшее из того, что он успел создать, за 23 года сохранила вдова. Родственники защитников Шиловского плацдарма находят могилы своих героев и в наше время. Например, жительница Архангельска Елена Федотьева только два года назад узнала, что ее дед Михаил Кривоногов похоронен в братском захоронении номер 113. В семье до сих пор хранится похоронка, что он погиб при форсировании реки Воронеж 8 августа 1942 года. А где именно находятся его останки, родственники рядового Кривоногова не могли узнать более 70 лет. По данным городского управления культуры, до 80-х годов 20 века братское захоронение номер 113 выглядело очень скромно. Стояла стелла, а имена погибших были трафаретом отпечатаны на плотной непромокаемой ткани. Первую реконструкцию мемориала провели в начале 2000-х годов. Имена защитников плацдарма выбили на гранитных плитах. На могиле установили обелиск. В верхней его части закреплены металлические числа 1941-1945, а внизу написано «Шиловский плацдарм 1942-1943». Справа от обелиска на невысокой стене сначала выполнена надпись «Люди помните», а рядом установлены пять двухметровых плит с фамилиями защитников плацдарма. Напротив братской могилы появился памятник, который считается одним из самых оригинальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне в Воронеже. Справа от обелиска на невысокой стене сначала выполнена надпись «Люди помните», а рядом установлены пять двухметровых плит с фамилиями защитников плацдарма. Напротив братской могилы появился памятник, который считается одним из самых оригинальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне в Воронеже. По задумке скульптора Сушкова, солдаты разных войск, пола и возраста, словно выходят на сушу из реки. Но в 90-х годах заднюю часть алюминиевого памятника украли вандалы, и эффект выхода из воды был потерян. Также вандалы оторвали куски металла с передней части памятника и изуродовали лицо одного из персонажей скульптуры. Большую часть повреждений удалось устранить во время реконструкции мемориала в 2013 году. В то же время на территории мемориала появились лавочки, дорожки выложили плиткой. Добраться до Шиловского плацдарма на общественном транспорте непросто. Нужно доехать на автобусе номер 113 до остановки столовая, и потом, свернув в сторону недостроенной атомной станции, пройти через ее территорию около трех километров. Если вы отправитесь на Шиловский плацдарм на автомобиле, удобнее всего будет воспользоваться координатами, которые я укажу в комментариях к ролику.